Всем привет! С вами я, Катя Панова, основательница группы по иммиграции, а также Рубика в сайте для иммигрантов, и с нами замечательный иммиграционный адвокат Марина Шипельская. Мы просто хотели очень кратко пройтись по этому процессу, чтобы мы напоминаем, потому что это сегодняшняя тема, как вообще, кто может на это подавать, каким образом он происходит. Это не новый закон. Еще когда-то наш теперешний президент, когда он был сенатором от штата Дилавар, он был один из двух сенаторов, которые спонсировали БИЛ, который стал законом, который на сегодняшний день называется ВАВА. ВАВА. Это закон, который дал возможность в нашем случае для женщин и мужчин, которые находятся в тяжелом, таком жестоком браке, жестокий роман с гражданином США или с обладателем грин-карты, или уже в разводе, но это произошло там, например, не больше, чем два года назад. Или даже у меня были клиентки вдовы и мужчины-вдовцы, которые жили в таком браке, а потом человек-наркоман умер или алкоголик, такое бывает, они умирают от этого, подать на грин-карту и легализацию в обход этого супруга или супруги. То есть мы подаем специальную петицию, Ай-360 форму, где мы указываем даты, когда люди проживали вместе, поженились, какое между ними отношение было, например, муж и жена. Иногда, кстати, на эту петицию могут подавать и дети, у которых, например, мама замужем за отчимом, да, гражданином США. Даже вот так вот, или дети, нет, или родители, у кого дети, граждане США и тоже издеваются над родителями. То есть пожилой человек, нелегал, ну, скажем, кто-то из Мексики, какая-то женщина, да, у неё ребёнок, ему уже 21 год или 25 или больше, и они вынуждены как бы жить с этими детьми, или даже они не живут вместе, но этот ребёнок подвергает их абьюзу. Эти люди тоже имеют право подавать навалу. Конечно, в большинстве случаев в нашей комьюнити, вот в нашей практике, да, русскоговорящих много, в основном это супруги, которые, мужчины и женщины, которые подают по браку. Хотя у меня есть коллега, которая занимается латиноамериканским маркетом, потому что она говорит по-испански, свобода, у неё очень много кейсов, где именно дети издеваются над родителями. Так что особенность нашего маркета, в моём опыте, это именно когда жёны и мужья подают на вот эту бабу петицию именно через брак. Когда идёт речь о абьюз, как вот я только что описала, это не обязательно должен быть физический абьюз, это не обязательно, что вас там избивали, насиловали, хотя это тоже существует. И, кстати, когда мы посылаем людей к психологу, им объясняют, что это ненормально, когда ты живёшь в отношениях, и тебя, например, заставляют заниматься любовью против твоей воли. Но это уже не любовь, это секс, то есть это жёсткий секс, тебя заставляют, это насилие, если бы ты был чужой человек, его бы в тюрьму за это посадили. А почему твой муж или жена имеют право заставлять тебя иметь какое-то, ну, то, что для тебя, например, объективно является, извините, субъективно является, какой-то извращённый секс, да, или там какое-то насилие в сексе. Если оба человека согласны, это другое. В этих случаях эти люди соглашаются, только что они боятся, им угрожают депортации, там, ну, сантаж идёт, постоянно промывают. Или они сами понимают, что если они этого не сделают, они не получат, как бы, да, не знаю, там, не отправят супругу или супруга. Да, баба до такой степени контролируют, например, супруг гражданин США контролирует каждый доллар, на еду не дают денег. Если ты со мной там сексом не занялась, я тебе не дам денег на еду даже. Или там, ну, в общем, я в своей практике видела столько разных примеров, отключают тепло, когда холодно на улице, не дают деньги на еду. А ребёнка твоего очень плохо к ней или к нему относятся. Не хотят легализовать там детей. Ну, хорошо, ладно, на тебя подам, а на твоих детей я не буду подавать. Кстати, если у нас клиент мужчина, истории немножко другие, но, в принципе, тоже очень много общения. Причина на то, что закон называется Violence Against Women Act, да, как бы он распространяется и на мужчин тоже. То есть мужчины очень часто тоже являются жертвой домашнего насилия. Более того, Марина, насколько я знаю, даже больше чуток клиентов мужчин, чем женщин, видимо, как-то она может расположить, как бы, да. Мужчинам сложнее рассказывать про это, да. Женщины как-то в обществе более приемлемо, как бы, да, к этому относятся, что женщина может быть в такой ситуации. Мужчина считается, что он нужен майнап, как бы, да, там, быть мужиком и так далее. Очень часто бывают мужчины, которые пребывают в очень нездоровых отношениях, их могут убить, как бы, и могут и другие вещи делать. Если вы действительно находитесь в отношениях, где вы подвергаетесь насилию, насилию всевозможному, и некоторые физическому, физическому, боже, у меня сегодня что-то с речью. Некоторые подвергаются физическому насилию, а некоторые не физическому, а моральному и так далее, то даже старые депортации не помеха. Даже какие-то мелкие криминальные приводы, мелкие, я не говорю о каких-то больших таких строках и так далее, тоже не проблема. Предыдущие отказы, там, даже по убежищу, например, не проблема. Если вы действительно пережили такой абьюз, мы подаем, значит, если не было никаких депортаций там раньше и так далее, и все как бы чисто, да, мы подаем сразу и на гринкарту, и на разрешение на работу, и на абьюз. Если были какие-то старые там депортации, сначала мы просто подаем одну петицию ВАВА, саму по себе. Если у вас раньше никаких не было приводов в иммиграционную систему, то вы вполне имеете право и на разрешение на работу, и на адванс пароль. Это документ, чтобы вы могли выехать из Америки и вернуться в Америку, пока вы ожидаете. То есть ездить куда-то, да, просто никого подвеситься, там, что угодно. Некоторые люди боятся, но я им говорю, вы имеете право, сейчас разрешили для тех, кто даже был там раньше нелегалом и даже заехал без визы. ВАВА помогает даже тем людям, которые перешли границу без визы, она дает им возможность получить гринкарту. ВАВА может даже помочь тем, кто, бывает у меня есть клиенты, которые сошли с круизного корабля. Это у них такая транзитная виза, называется C1, C1 или D1. Для тех, кто работает на кораблях, стюарте, стюардессы, на самолетах, это фактически не виза, это такое пропуск в Америку. То есть в обычном браке они не имеют права получать документы или нужны какие-то вейверы, которые очень сложно получить, а ВАВА все это прощает. Поэтому ВАВА, ну, я считаю, как бы в хорошем смысле, это палочка-выручалочка, это идея ценный плюс, если вы действительно испытали абьюз в браке. Хотя бы это вы имеете возможность через эту петицию легализоваться. Марина, я сразу уточню, у нас Екатерина просто уточняет, важно понять, что после развода у нее прошло два года, да, и есть ли выход? Она говорит, что человек раньше не готов был признать публичную эту грязь, а после подачи, подачи, снятия условности с грин-карты без ВАВы, то есть человек просто развелся, но подал на снятие условности с грин-карты уже в будущем разводе. Вам можно подавать, потому что у вас, вы не с нуля, вы сначала получили двухлетнюю грин-карту, вы можете подавать сами на постоянную грин-карту. Но Екатерина пишет, что она получила отказ на снятие условности по разводу без ВАВы, то есть ей отказали. Можно еще раз подать второй раз. Обращайтесь, я не знаю, я не вижу у себя на экране, если есть мой номер телефона здесь, но наш номер телефона 718-769-6352. У нас есть такие кейсы, как у вас, и мы выигрываем их, потому что вы сейчас, если пойдете к психологу и докажете, что это была ВАВа, все-таки у вас что-то было в рассмотрении, мне кажется, что что-то можно сделать, но все-таки я должна посмотреть все документы. То есть еще как бы там есть шанс, даже если отказали, что я просто купила номер телефона 718-769-6353. То есть я сейчас, вот то, что я рассказывала до сих пор, это касалось тех, кто раньше не подавал, но ВАВа также является одним из, ну там такие есть поводы для вейбера, то есть одной из таких чекбоксов, когда ты подаешь на постоянную двухлетнюю грин-карту или, как это называется, снятие условности или временности с вашей грин-карты. Там немножечко другая процедура, но в принципе все то же самое, все равно нужно доказывать насилие в семье, все равно нужно показывать общее, ну как бы как мы вообще доказываем эти кейсы, да? Мы подаем форму и какие мы документы прикладываем. Ну понятно, там пастор, свидетельство о рождении, свидетельство о браке с абьюзером, бывает, если развод, свидетельство о разводе. Кроме этого, мы должны доказать две, нет, даже три такие главные вещи. Первое, чтобы жили вместе, для этого нужны общие документы на два имени, белые, расходы на всякие коммуникационные услуги. Телефон, интернет, электричество, газ на два имени, поездки совместные, фотографии. Лиз, это договор о аренде помещения, где вы живете, квартиры, может быть, вы что-то покупали вместе. И показания свидетелей. Плюс мы доказываем абьюз. Если были приводы в полицию вашего абьюзера, мужа, например, и так далее, мы берем, перекладываем полицейские рапорты, мы перекладываем то, что человек обращался в семейный суд за restraining order, это приказы, когда судья приказывает насильнику не приближаться к вам и никаких коммуникаций с вами не вести. Мы прикладываем письмо от психолога, что вы наблюдаетесь, какие у вас там диагнозы, именно связанные, не просто там из-за того, что вы тут нелегал много лет и уже устали, и у вас есть депрессия. Это, к сожалению, бывает. А именно, что у вас депрессия связана с абьюзом. И тоже показания свидетелей, которые могут сказать, например, в одном письме, и то, что, например, они подтверждают, что вы были в этом браке, но с другой стороны, что они подтверждают, что видели, или слышали, или вы жаловались, или даже вы там работаете вместе, пришла в синяках, абьюз, они тоже подтверждают свидетелям. И самый третий фактор, и последний, это то, что вы сами как бы являетесь хорошего морального облика. Хороший моральный облик, во-первых, это отсутствие там арестов или каких-то таких огромных проблем с полицией, а во-вторых, если у вас есть такое, я всегда советую, может быть, вы уходите в церковь, или в мечеть, или в синагогу, или в какой-то общественный центр, помогаете там каким-то детям, собачкам, старикам и так далее. То есть, если вы ведете всякие такие благотворительные занятия в свое свободное время, я очень это рекомендую, то вы тоже это можете приложить к кейсу, это просто дает им дополнительные, как бы, ну, кредиты в вашу сторону, дополнительные причины, почему вы хороший человек, и вам стоит дать вот такую вот грин-карту с таким большим исключением из всех таких правил, что вы подали сами. Я хотела уточнить, я хотела просто сразу, Жанна у нас спрашивает, можно ли получить требовалый документ для отъезда из США, не имея статуса. Вы не уточняете, Жанна, вы имеете в виду, как бы, при процессе, да, для же домашнего насилия, или просто вовсе? Уточните мне просто в комментариях, да, то есть, как бы, у вас кейс на домашний насилий, или просто вообще без статуса? Просто нет, просто нет такого варианта. У меня очень часто, к сожалению, спрашивают люди, которые ожидают убежище. У них происходит какое-то событие форс-мажор где-нибудь, например, в их стране или не в их стране, и они хотят уехать, чтобы, там, увидеть, не дай бог, да, папу или маму в последний раз до смерти, а они находятся в процессе ожидания убежища. И я таким людям не разрешаю, то есть, этого не делайте. Не издай никуда уезжать, пока ты в ожидании убежища. К сожалению, у людей, люди в своих странах, маленькие, там, дети, например, люди ждут убежища из Белоруссии, и здесь они муж и жена, а маленькие дети, у них там двое детей в Белоруссии. У кого-то умерла мама, и уже ребенку не с кем жить, понимаете, бабушки, дедушки, которые до этого дети жили с бабушкой, дедушкой, за это время ожидания убежища умерли. Такое бывает, и это ужасно. То есть, мы предлагаем подать на ребенка на гуманитарный пароль, и они, кстати, часто отказывают, к сожалению. Но уезжать и получать адванс-пароль нет такой возможности. А баба дает такую возможность, понимаете? Причем я знаю, что некоторые люди пишут, что они это сделали, да, как бы, друзья. То есть, в ожидании убежища некоторые нам рассказывают, я знаю, как бы, я, честно говоря, лично таких людей не знаю. Да, я тоже точно не знаю. Да, я слышала, что такие люди, есть люди, которые скажут, что они уехали, и все нормально. Однако, знаете, это как вот, можно ли перейти, не знаю, в восьмиполосную трассу, как бы, пешком, и не убиться? Можно, да? То есть, кто-то перейдет и не убьется, как бы, да? То есть, учитывая, что всегда, как бы, пустить вас в США или не пустить, даже если вы гражданин США, все равно это остается на откуп, да? То есть, это решение за офицером-пограничником. Он имеет вас, как бы, право обыскать, допросить с пристрастием, даже если вы гражданин США, кстати, да? То, естественно, вам никто не гарантирует, что вы вернетесь. Можно надеяться, ожидать, бороться за это. Ну, есть, конечно, наверное, какие-то такие исключения, но, в целом случае, если это кто-то из моих клиентов, я говорю всегда, вы можете попробовать, вот вам форма и так далее. Может, вам повезет и вам дадут, но, в принципе, вам не положено никуда уезжать. Валерий Кинг нам говорит, что вот, живешь с девочкой, а потом она идет в ванну, расшивается морду, копов зовет и говорит, что это ты. Так вот, девочки это реально делают, и вы их этому учите, а потом искренне удивляются, что их гонят навсюду. Вот вас, честно, ничего не смущает. Во-первых, Валерий, начнем с того, что у Марины больше клиентов мужчин, чем женщин, да? То есть, это во-первых, да? То есть, у нее больше клиентов мужчин, которые являются жертвами, даже не насилия. Во-вторых, вы что думаете, идиоты сидят в правоохранительных органах, да, как бы, и в иммиграционную службу, что любая девушка, которая расшибет сама себе лицо, как бы, и скажет, что это ее насиловали и, как бы, били и так далее, ей поверят обязательно, как бы, для этого, что Марина рассказывает, сколько нужно доказательств его, соседей, всякое такое. От хорошей жизни никто себе ничего расшибать не будет, окей? Если у вас в отношениях, и я сейчас говорю о тех, кто подает в браке, не просто вы встречаетесь с девушкой, Да, это что такое в браке надо быть, да? Да, типа ты ее достал, и она пошла себе расшибла лицо. Это надо быть дебилом, чтобы так думать, что так просто люди идут и расшибают себе женщины. Женщины вообще, как в целом, чтобы мужчины не думали, она очень рациональные существа, намного более рациональные, с большей выдержкой, чем мужчины и так далее. Да, в момент женщина эмоционально может покричать, поплакать и так далее, но такие глобальные движения, как и себе расшибать голову, это уже ее нужно было довести. То есть, это должна быть ситуация, где, например, она в браке с гражданином США, и он не хочет никак по-другому ее легализовать. То есть, ей приходится самой себе делать какие-то травмы для того, чтобы хоть как-то в Америке легализоваться. Знаете что, я таким людям сочувствую, и я не против даже помочь. В общем-то, мои клиенты такое не делают. Обычно абьюзер, он себя выдает по-другому, не нужно себе лицо расшибать, я просто к психологу посылаю, и все. Но если девушка встречается с нормальным мальчиком, с парнем, молодым, и вдруг пошла расшибла себе голову, она же не больная, она же не псих какой-то. Ну, если псих, она другого дела как бы, да? Жили, любили ее, ездили там куда-то вместе, жили вместе и так далее. И вдруг она пошла и расшибла себе голову. Она же не псих, у нее же не шизофрения. Значит, ее довели до такой ситуации, что ей уже нужна была какая-то помощь. Обычно люди сами себе причеляют травмы и вред, когда очень сильная эмоциональная боль. И психологи рассказывают о том, что чтобы эту боль как-то избавиться от нее, это нормальному человеку здоровому, это вообще трудно понять. Но чтобы избавиться от этой эмоциональной боли, люди себе головы расшибают, режут себя, устраивают себе там всякие инциденты, потому что им нужно выразить крик своей души как-то. У нормальных не расшибают головы женщины. Запомните это, мужчины. Если вы хорошо относитесь к своей женщине, а у меня были разные отношения, и я сама переживала отношения, где меня подвергали абьюзу, не физическому, то если у тебя все нормально, это даже в голову не приходит. Это нужно быть шизофреничкой какой-то, чтобы такое делать просто так. Так что не думайте никогда, что вот так просто так себя люди делают, ну, или женщины, или мужчины. Бывает там в разводе это дело, это значит, он не хочет уходить, она уже его видеть не может, и не могут нормально поделить ничего, включая детей, поэтому вызывают полицию, и бывает иногда что-то придумывают, потому что уже не могут избавиться от него по-другому. Понимаете? Так что не надо так думать, что так просто так, вот мужчины такие, вот, они специально себе придумывают, и вы их учите. Как этому можно научить, если человек переживает этот абьюз, и живет в этом каждый день, и ее унижают, загоняют под плентус. Кстати, вот у меня есть... У мужчин могут быть другие механизмы, да, там они, например, ну, классическое видео, постсоветское запил, да, как бы, ну, то есть, вы же понимаете, да, это тоже может быть... А жить алкоголиком, пусть он тебя не бьет, пусть он тебя никогда не дотронулся, у тебя пальцы, но он алкоголик, или, например, наркоман, или он приходит после работы, он идет играть в азартные игры, проигрывается деньги, а тебе доллар не дает на помаду. Я была в одной группе, я уже не могла там находиться, я ушла, и у нее там какие-то мамочки, да, мамочки, я не помню, как она называлась, извините, и я вот ушла туда, потому что я не могла читать эти истории, когда они пишут, женщина пишет, как сделать, чтобы муж давал деньги на помаду, или там на лак для ногтей. Если у меня лично или у какого-то другого нормального человека возник вопрос о том, как, чтобы муж мне дал на помаду, если он мне не дает на помаду, мы уже об этом мужа даже не будем говорить, я не буду таким человеком жить. Почему человек должен, если это брак нормальный, люди должны жить в равных каких-то отношениях, это должны быть какие-то равные роли, потому что брак юридический, это контракт между супругами, и, скажем, институтом общества, да. Бракный институт, значит, когда мужчина или женщина женятся, идут, расписываются, да, юридически, это значит, что ты обещаешь, что все, что у тебя есть, ты теперь будешь делиться с этим вторым человеком. И если твоей жене нужна помада, и ты не хочешь дать 3 доллара, там, не знаю, 8, 30 долларов, вот, на хорошую, дорогую помаду, и она должна выпрашивать и писать в группе, как сделать, чтобы он тебе дал на помаду, это ненормальные отношения, это абьюд, я извиняюсь, конечно, но это любой психолог вам это подтвердит. Если вы живете в отношениях, должны выпрашивать деньги на кофточку или на лак, или на еду какую-то, например, вы любите там, я не знаю, крабы, они дорогие, да, а ваш муж ест только мясо и картошку, и вы должны упрашивать, не нужно жить таким человеком, это вы себе портите псевдику, и ничего хорошего из этих отношений не будет. А дети ваши никогда вас не поблагодарят за то, что вы терпели. У меня трое детей, я рассказываю с собственного опыта. Никто никогда не скажет, спасибо, мама, что ты терпела, и что я видела, как папа избивал тебя. Никто никогда не скажут это. Никогда. Зачем детям нужна больная психозная мама после таких отношений? Им нужна здоровая мама, веселая, которая дает им что-то. А если человека, женщину избивают, или не избивают, а просто доводят такого состояния, что она должна идти, разбивать себе голову в дверь и вызывать полицию, то дети в таких отношениях никакие хорошие не получатся. Получатся дети, мальчики, абьюзеры, а девочки вырастают такими, которые будут жертвами. И тогда вашу дочку будут избивать ее муж, любой френды, или она будет наркоманка. Я видела уже столько в этой практике, что это вообще трудно видать. Валерия, вы на больную мозоль тут наступили. Главное, что я хочу сказать, что и мужчины, и женщины, они, я знаю тоже много ситуаций, когда мужчины, например, у меня есть пару подруг, на которых вызывали мужья, которых в пять раз больше, полиция говорит, какие-то ссоры, что она на меня наорала, она меня схватила. Я ее боялся физически. То есть часто понимаешь, кто первый вызвал полицию, тот и прав. Однако, если отношения уже доходят до того, что вы вызываете полицию, кто-либо из вас, все уже, что терпеть вообще, надо уходить. Марина всегда говорит одно и то же, жизнь одна. И тут дело в том, что мы, мужчина или женщина, не надо быть в том браке, где вы себя несчастливо чувствуете, вы терпите что-либо. Унижение, не знаю, там как бы издевательство, физическую расправу, секс, который вам не нравится. Просто не надо терпеть, надо уходить. Зачем терпеть? У меня одна женщина клиентская, которая рассказывала, сколько раз ее муж вызывал на нее полицию, сколько раз ее арестовывали, сколько заняло времени и денег, чтобы распутаться из этого всего. Он хотел забрать у нее детей. У них были двойняшки. И чтобы забрать детей в браке, а она тоже была сначала без грин-карты, он когда женился, без документов, он ей сделал документы, и у них родились двойняшки. Еле-еле там они этих детей сделали там в пробирке. Еле-еле с большой трудом. Потом у них появилась какая-то няня, и эта няня увела, можно сказать, два мужа. И вот начал так все делать, чтобы показать, что его жена преступница, и ей не нужно этих детей отдавать, а чтобы суд отдал детей ему. Он-то ранее начал все готовить для этого. И стал постоянно вызывать полицию на свою жену. Даже если, например, ее там нет дома, к примеру. Он звонил и говорил, что она его ударила, она ему угрожала, и это заняло огромные деньги, время, адвокаты и так далее, чтобы доказать суду и вернуть детей. Кстати, сначала их действительно забрали, что это он специально так все делал, он был такой очень такой хитрый, и все так все продумал. Он был программист, у него были время, ресурсы, знания, как это все делать. Так что мне не нужно рассказывать про людей, которые, девушки, которые себя бьют, а потом полиция вызывает. В какой стати? Что это поможет? Такое дело. Видимо, бывают ситуации, я так подозревала, действительно это делают, не сомневаюсь, что есть девушки, которые это, видимо, действительно делают, однако это, видимо, такие, знаете, девушки с дьяволом. А безысходность делать? Расчетом наперед в процессе разговора. Нужно чувствовать просто, что тебя загнали в угол, что нет выбора. Вот я себя всегда стараюсь наставить на место своих клиентов, потому что даже когда мы пишем историю, я там помогаю редактировать историю у клиента, я же не пишу своими словами, я пишу их словами, то, что они мне рассказывают. И я всегда думаю, до чего же должны были там довести эту женщину, чтобы она сделала то-то, то-то и то-то, или наконец-то ушла. Вот у меня, кстати, подруга одна моя ехала сейчас в другую страну и ведет такой бизнес онлайн. Она учит женщин, в первую очередь, как сделать свой бизнес онлайн. Работайте дома. Вот там вот по камере, там по компьютеру и так далее. И она рассказывает, что каждый раз у нас какой-то женщина говорит о каком-то новом бизнесе. Та говорит, это еще мой муж должен мне дать разрешение на то, чтобы я потратила там столько-то на курсы, на эти курсы, или там на какое-то образование. И некоторые мужья не разрешают. И она говорит, ёпте, говорит, надо делать курсы, не о том, как делать бизнес онлайн, а о том, как себя вести в браке и не допустить, чтобы ты оказалась в клетке, ну, как бы золотой клетке, что ты живешь в таких отношениях, да, ты сидишь дома и растишь детей, но ты потерял все свои права, потому что ты ничего сама не зарабатываешь. При этом муж тебе говорит, на что тебе тратить деньги, чем тебе заниматься, и все. То есть, да, ты как бы свободная. Может быть, там такие женщины, как я, которые очень много работают и не так много проводят время со своими детьми, как бы иногда могут заглянуть на такую женщину, посмотреть и сказать со стороны, ой, хотела бы я иметь такого мужа, чтобы я могла расслабиться, да, и сидеть дома, и не работать. Но нету ничего бесплатного, за все нужно платить, понимаете? Вот, и вот женщины, многие думают, кстати, вот у нас русскоговорящих, это даже постоянно, я вижу, в группе, нас спрашивают, Катя, когда мы ведем семинары, вот, говорит, я с ним живу, я хочу, чтобы он мне оплатил тот и тот, а потом я только решусь на развод. Вот он меня притесняет, ко мне плохо относится, но вот я хочу, чтобы там он проплатил мне колледж, или там я должна там еще что-то, короче, он должен платить, и за то, что он платит, они готовы что-то терпеть, понимаете? Он кошелек, типа, да, сколько раз такие вопросы получаем с тобой? Ну, мы как бы, да, чтобы не подумать, что мы считаем, что обязательно любая женщина априори права, нет. И если вы уже подали документы по петиции по браку, то есть вы начинали с мужем, предположим, нормальный кейс по браку, он подал на вас, на Гринкарту, может быть, на ваших детей, и вы в состоянии ожидания интервью по браку. И опять же, из-за того, что сейчас такие большие сроки, и ковид, и все другое, за этот год или полтора, может быть, даже некоторые люди два, не дай бог, даже до такой интервью, могло всякое произойти у вас в отношениях, браке, вдруг вы стали жить вместе, обнаружила, что он абьюзер, или она, если вы мужчина. Я сейчас говорю, на он и она, и так далее. То есть даже если вы мужчина, и вы ждете своего интервью по вашей Гринкарте, и в процессе оказывается, что ваша жена плохо к вам относится, или ваш муж ужасно относится, и потом происходят такие ситуации, может быть, его арестовали, и посадили в тюрьму, может быть, даже не из-за абьюза, за что-то другое. У меня такое тоже было. И вы теперь, как бы, как у разбитого карета, и что вам делать? ВАВА в таких случаях тоже работает. То есть даже если вы в процессе семейного самого кейса, самого простого по Гринкарте, и там не было никаких проблем, пока не оказался абьюз, не терпите. Вам не нужно ждать интервью, потому что если ваш муж действительно абьюзер, он и на интервью вам может такое устроить, что вам мало не покажет. И вообще не пойти. на интервью. Или он будет шантажировать вас тем, чтобы он там, пойду на интервью, не пойду, каждый день что-то другое. То есть вообще никогда не нужно этого терпеть. Тем более, есть такая вот вещь. ВАВА. Женщина пишет, я приехала по визе жены CR-1. Еще до приезда в США мужа посадили в тюрьму за очень тяжкое поступление в визе в постгруппе. Приговор еще не был озвучен, но там очень тяжело и доказать его непричастность будет тяжело, если мужа посадили в тюрьму пожизненно, как мне быть. Были мысли развода, так как я приехала с двумя детьми без работы, получили грин-карты временные. Если я с ним разведусь, меня точно заберут грин-ку. Что же меня ждет? Не заберут грин-ку, если вы с ним разведетесь. Вы можете подать на постоянную грин-карту в принципе сами, даже сейчас, если вы сами подадите на развод с ним, если вы так захотите сделать, или как же это насилие в семье, потому что если он от вас скрывал, что его должны посадить, а это наверняка не просто так произошло, там должна быть какая-то серьезная история, и наверняка далеко она в прошлое уходит, эта история, и он скрывал от вас это все, то у вас есть очень хороший шанс получить и вы, и дети получите грин-карты без него. Есть разные варианты, обращайтесь, мы поможем. У вас совершенно неправильное убеждение о том, что вас отберут, ничего у вас не отберут. И более того, вы приехали, у вас есть уже временная грин-карта, вы можете работать, да, то есть работы полно. Да, и все работать, но слушайте, я понимаю, слушайте, я сама эмигрант, и я когда-то пережила со своей мамой, которая была, например, в Киеве, мы из Киева врачом, и папа был на очень хорошем посту, и все окей были, когда мы жили в Украине, а приехала в Америку, моя мама и я и помогала, мыли унитазы, и папа пошел работать на какую-то стройку, и мы все это пережили, потому что я тоже, и к сожалению, к сожалению, в начале, когда нет языка, ты только приехал, есть очень мало вариантов, но у вас есть грин-карта, это огромный плюс и привилегия, то есть вы сможете какие-то более нормальные даже работы себе иметь. Сейчас есть такие штаты, где отменяют пособие по безработице, потому что люди не хотят идти работать, только мест рабочих, которые хотят нанять людей, ну не могут. У меня знакомая на Фейсбуке уже ищет месяц себе секретаря в Бруклин, в офис, ну у них в дантистке офис, она хирург по полости рта, не могут себе найти секретаря, потому что пособие платят, люди не хотят работать, так что у вас есть большая привилегия в том, что у вас гринкарта, вы ставите и хотите работать, в отличие от американцев. Дальше, хотела еще вопрос, что будет с мужем, гринкард-холдером, если жена, которая приехала по туристической визе, подаст петицию баба? Кстати, это неважно, вы приехали, чтобы вы понимали для ответа на этот вопрос, так чисто. Какое понесет наказание? Муж, у него заберут, гринкарты депортируют, что ожидает этого гринкарта? Хороший вопрос, ему вообще ничего не будет. Мне часто это задают вопрос, ему ничего не будет, его ничего не заберут, так что не переживайте. И потом, если он вас подвергает насилию, я, честно говоря, не считаю, что вы сильно должны за него переживать, потому что, если этот человек вас хотел легализовать, а потом бросил посреди пути или вообще не хотел легализовать, и вы находитесь в таких плохих отношениях, я думаю, он даже не достоин того, что вы переживали. Но не переживайте, с ним ничего не будет.